В Красноярске опять рухнул потолок и едва не задавил спящих жителей. Это случилось не в аварийном доме, а в квартире новостройки в Белых Росах. В городе уже наметилась тенденция, обрушение случается чуть ли не раз в месяц. Екатерина Гринаш выяснила, что такие недоработки у застройщиков вошли в норму. Я не буду давать сейчас комментарии. Почему? А как вы в завалах-то живете? Расскажите. Это сейчас женщина забаррикадировалась и прячется за стенами своей квартиры, но еще вчера крепость рушилась и о своей беде она написала в соцсетях на весь Красноярск. Это жесть. Буквально сначала отвратительный треск, потом начала падать. Чудом проснулась, увидела еще несколько секунд и все. Сейчас в подъезде на Карамзина-6 кружат специалисты, управляющие компанией. Жительница больше не жалуется. Но соседи делятся, их квартиры тоже трещат по швам. А дому еще и года нет. Ждулась она вот примерно вот отсюда и досюда. Две недели назад это было. Ну то есть, да, где-то примерно две. Но я вовремя заметила и застройщик сразу же это все переделал. Здесь вот еще одна трещина пошла. Но в управляющей компании обо всех бедах жителей не знают. Говорят, рухнувший потолок на гарантии у застройщика. Если дом введен в эксплуатацию и соответствующим образом оформлены документы, то по закону там достаточно комфортно проживать. По закону, говорят эксперты, при приеме здания надзорные органы смотрят конструкцию дома и соответствие проекту. Отделку не проверяют. Это на совести застройщика. Конечно, каждый старается сэкономить. Это могло произойти из-за того, что материалы, которые использовали для отделки, не соответствующего качества. От обрушения сейчас вообще никто не застрахован. Потолки рушатся в новостройках и в старых домах. За последние годы в Красноярске таких случаев с десяток. И вот самые громкие. Минувший весной потолок обрушился в Солнечном. Едва не убил новорожденных двойняшек. Летом 2017-го в двухэтажке на Калинино полностью обвалился потолок. В мае 16-го в здании подстанции скорой помощи после ремонта тоже потолок посыпался. Осенью 2010-го на Кутузово-4 такое же обрушение. Специалисты советуют, если у вас обвалится потолок или стены, нужно составить акт о нанесенном ущербе. И предъявить в управляющую компанию, если это вторичное жилье. Или нести прямо к застройщикам, если дома на гарантии. Пока в Красноярске схема такая. Квартиры рушатся, но ничего страшного, их ремонтируют. Однако люди говорят, жить потом в таких квартирах страшно. Они это понимают, но сделать с этим ничего не могут. А вот чиновники за строителями ужесточат свой контроль, видимо, не скоро. Главное, чтобы это не случилось, когда при очередном обрушении пострадают сотни людей. Екатерина Гринаша, Степан Майер, Новости Прима.